всем привет меня зовут ира и вы на моем канале у нас за окном белый день но погода настолько пасмурная что освещение желает лучшего я заранее опять-таки в очередной раз извиняюсь за картинку и я просто даже не представляю когда же мне снимать чтобы было освещение более-менее нормально мне это просто раздражает но как бы хочется снять видео ну такое в общем неизвестно когда и как это все будет происходить зимой освещение профессионального у меня нету вот поэтому потерпите меня если вам интересен обзор на парфюм от кельвина кляйна into в концентрации туалетная водичка вот если вам интересен обзор мой личный мое личное мнение мои впечатления об этом ароматике то оставайтесь со мной у меня в instagram значит поступил запрос об обзоре на этот парфюм я не знаю какой может получиться обзор у меня я не выдающийся какой-то парфманьяк да вообще не назову себя парфманьяком потому что парфманьяки они сломя голову гоняются за какими-то снятостями готовы ехать в конец страны за отливантом каким-то но ко мне это никаким образом не относится я просто все время выискиваю какие-то достойные ароматы и большей степени доступные парфюмы вот и как неискушенный нос значит складываю какое-то свое вот впечатление и так этот парфюм над этим туалетной водичкой вернее над ней трудилась 4 носа 4 парфюмера как говорит нам фрагрантика и должна сказать что парфюмеры достаточно выдающиеся я не буду называть или их не труда трудно выговариваемые фамилии но посмотрела что на счету у них там и пурпуазон и некоторые работы маля и в сануран там они приложились в общем и вот этот замечательный аромат тоже создавали они можете посмотреть если вам интересно но я думаю это не столь важно я на этом не зацикливаюсь значит что по поводу аромата создан был в 2007 году то есть это современный такой универсальный солдатик я его называю этот парфюмчик всегда настраивает меня на рабочий лад задают тон знаете повышает работоспособность вот так я не останавливалась этом парфюме когда снимала видео о моих осенних ароматах может быть не так подробно сегодня постараюсь более-менее подробно его описать значит пользователи фрагрантики и вообще отзывы в интернете говорят что это освежающий цитрусовый парфюм и я должна просто в корне с этим не согласиться парфюм для меня совершенно не цитрусовый освежающий ну как прохладный чай если это можно назвать освежением как для меня освежающий это мохито или выжатый такой сочный лимон но это чаёчек такой знаете чаёчек не с лимоном даже с грейпфруктом каким-то мягким таким с легкой-легкой налетом горечи ну ли гусенький буквально знать еще что он напоминает мне ну то есть если вот так сравнивать с каким-то ароматом хотя я не люблю сравнивать все парфюмы по своему уникальны но как любят говорить те же пресловутые парфюмоньяки что сейчас люкс это один сплошная одна сплошная значит банка бетон с которой значит разливает по разным просто флакошеком аромат так вот если сравнить его с чем-то то очень отдаленно проманул слегка 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 улавливается сходство с классическим манифесту от ив сын рам у меня нет манифеста в коллекции я его слушала неоднократно хочу себе его заполучить вот отдаленно он не напоминает своей мягкой мягусенькой ванилью в аромате присутствует значит бергамот я ощущаю бергамот но слегка ну это не свежайший какой-то бергамот знаете не свежие какие-то сочные цитрусы нет больше всего я чувствую здесь и кактус но опять не кактусы как растение а кактус как фрукт фрукты которые растут на кактусах значит если вы в курсе если кто пробовал то знаете о чем я говорю эти фрукты когда они уже взрывшими как кажется внутри знаете вот вы разрезаете этот фрукт кактусовый колючий и внутри такие косточки и такая как жижа ну вот кашица кактусовая очень меня похож в ваниль мягко как я сказала подушечка такая ванильная немного смородины но не ягоды а именно листочков листочков смородины но она здесь очень завуалирована очень то есть не бойтесь это смородина это не коты нет не кошачьи лотки что еще кактус ваниль амброчка в базе вот где-то есть это амбра ну аромат невероятно мягкий достаточно стойкий не слишком шлейфовый наверное совсем маленький шлейф у него пряный такой но опять немножко но буквально припудренный присыпанный вот какими-то пряностями я наверное кондитерскими пряностями сладкими пряностями знаете аромат скорее сладкий чем освежающий вот так но возможно вот этот чай прохладный уже чай он не горячий он не холодный он такой теплый где-то уже прохладный значит остывший чай со смородиновым листом с буквально корочкой бергамота и кактусовыми вот этими фруктами довольно универсальный не знаю как по мне вот зимой аромат может даже согреть наверно как теплый этот чай да а летом может немного освежить но вот он подстраивается для меня он очень универсальный очень такой ненавязчивый легкий ну прекрасный аромат не знаю что еще сюда добавить очень мне понравился знаете и его цена приятная и общее впечатление как бы хорошие хороший ароматик кто не знаком познакомьтесь я думаю этот аромат и в пир и в мир и в добрые люди выручит в любой ситуации вот надеюсь этот обзор был более-менее для вас понятный да может быть вы сделали очередной какой-то вывод касательно данного парфюма и спасибо за просмотр и всем пока